Добротная металлическая дверь Добротная металлическая дверь В результате воду отключили по всему стояку Причем и горячую и холодную Без воды мы остались больше, чем на три дня Но дверь в квартиру, где возможно произошел порыв Не вскрыли Правильно ли это? В квартире Нины Николаевны повсюду канистры с водой А в кране по-прежнему ни капли Подтапливать ее квартиру начало еще в четверг Выдалилась по стене в туалете Некоторое время женщина боролась с бедствием сама А утром в пятницу вызвала сантехников Воду перекрыли по стояку Причем и горячую и холодную Жильцы были предупреждены Что отсутствует вода И по одному только стояку Они же между собой общаются с соседями У нас такая практика есть Что допустим нету жильца Полдня даже Люди между собой и водой делятся Перекрытая вода была Можно сказать три дня Не такой большой промежуток времени Такого плана И дверь находится в хорошем состоянии Металлическая На двери оставили красноречивую записку Она должна была подействовать в случае Если хозяин придет в квартиру Сотрудники ЖЭУ говорят Что искали хозяина с помощью милиции Еще с пятницы А нашли только в понедельник Самостоятельно взломаясь квартиру Или вскрыть дверное полотно То есть ЖЭУ-4 не производит Только если в присутствии там И РОВД То есть количество жителей Ну чтобы это было зафиксировано Но суть не в том Суть в другом То что перекрытая вода была Можно сказать три дня То есть не такой большой промежуток времени Нина Николаевна уже была готова К собственному расследованию Фамилию соседа узнала по жировке В почтовом ящике Но потом позвонила на телеканал И дело сдвинулось с мертвой точки Сегодня вот почему-то быстро Я пришла только живу Позвонила вам И тут же уже позвонили живу И они нашли Виновника подтопления ждали с утра Но ожидание затянулось до обеда К работе по устранению аварийной ситуации Приступили Не прошло и четырех дней Вывод напрашивается сам собой Соседей лучше знать не только в лицо Лидия Поттер Вячеслав Приписнов Телеканал Мозырь У меня маленький ребенок В поликлинике Настоятельно порекомендовали Прийти на лекцию в школу здоровья С чем это связано Чему меня научат в этой школе Сообщение о гибели ребенка Всегда как гром среди ясного неба Летальные исходы К счастью редкость И только врачи знают Сколько детишек Находится на краю гибели За полгода в Мозыре 12 случаев отравления Дети пьют тасол Алкоголь Глотают таблетки Дети часто тянут в рот Все что видят перед собой Вот за последний месяц В детскую больницу Обратилось 4 ребенка С различными видами отравления Одно из них Это употребление технической жидкости Употребление тасола Оставлены без пересмотра таблетки Также послужили Поводом для госпитализации Проведения интенсивной терапии На этой неделе К нам в больницу поступил ребенок С инородным телом Верхних дыхательных путей Родители отвлеклись Буквально на секунду Ребенок схватил Со стола куриную косточку Проглотил Закашлялся И это поступило Послужило поводом Для его госпитализации Потребовалось немалые усилия Медика Для того чтобы Жизни ребенка Ничего не угрожало Он был госпитализирован Сначала в городскую больницу Потом в детскую больницу И областную детскую больницу Добросовестные родители Знают как обходить острое В прямом и переносном смысле углы Батарейки не разбрасывать Окна закрывать Монеты хранить в кошельке Далеко не отпускать Тамара Ивановна Называет главное правило В общении с малышом Правило вытянутой руки Именно на таком расстоянии Должен быть ребенок Как минимум до трех лет Медики знают И самые опасные зоны В обычной квартире Хочется отметить В несчастном случае ванной Потому что родители Считая что налили небольшое количество воды Они ребенку предоставили Безопасные условия существования Но если взрослый отвлечется Хотя бы даже на мгновение Может произойти несчастный случай Поэтому обращаясь к родителям Хочется сказать Перед тем как купать ребенка Надо необходимо Все приготовить сразу Если вы вспомнили Что что-то забыли Ребенка нужно извлечь из воды Завернуть в полотенце Сходить за нужной вещью И только потом опять Опустить его в ванну Чтобы избежать несчастных случаев На базе Мозорской детской больницы Уже год работает школа здоровья Родителям малышей Рассказывают обо всех несчастных случаях Призывают к осторожности Главное прислушиваться Ведь специалисты Которые ежедневно борются За жизнь и здоровье детей Знают немного больше И о том Как ее сохранить Лидия Поттер Вячеслав Пересыпкин Телеканал Мозорь По графику отпуск выпадает на август Имею ли я право взять его В конце месяца По своему усмотрению На предприятии На любом до 5 числа Текущего года Определяется график Трудовых отпусков Где-то согласовывается С работниками Определяется Когда он хочет Пойти в отпуск И это Утверждается В графике Трудовых отпусков Если же работник Например Понимает Что он Написал Трудовой отпуск На август Но у него там Путевка получается На июль То он может По согласованию С нанимателем Написать заявление И попросить Чтобы перенести Этот отпуск На июль То есть Работник с нанимателем Должны договориться Скажем так Если наниматель Дает согласие То естественно Работник идет в июле Берется просто Заявление у работника И оформляется Перенос Работаю посменно Почему в предпраздничные дни Рабочий день У меня не сокращен Сокращение на час Рабочего дня Установлено Только для той категории Работников У которых режим Рабочего дня Установлен Восьмичасовой Пятидневная Рабочая неделя Восьмичасовой Рабочий день То есть Конкретно В законодательстве Прописана только Эта категория работников Ко всем остальным Работникам Допустим Кто работает по сменам Либо еще какой-то Другой режим Рабочего времени Предусмотрен На предприятии Эта норма не относится Часто спрашивают Такой вопрос Если дни Переносятся И он получается Предпраздничный Допустим 2 июля Был предпраздничный день Его перенесли На 7 июля То если день Переносится То и 7 июля Будет Короче На один час Мне позвонили И предложили Отрегулировать окна Я опасаюсь Что это мошенники Стоит ли доверять Таким предложениям Современная Агрессивная манера Навязывания товаров И услуг Кошмар Любого потребителя Басластовную прибыль Коммерсанты извлекают Из продажи Чудо-фильтров для воды Идеальные посуды И уникальных одеял У жительницы улицы Интернациональная Довелось испытать на себе Новую уловку маркетологов Участились звонки На домашний телефон С завидной периодичностью Где-то через день Через два Звонит женщина С приятным голосом И говорит о том Что беспокоит И служба обслуживания окон Узнает По тому ли адресу Она позвонила То есть спрашивает Подробно улицу Номер квартиры Спрашивает Есть ли пластиковые дома Окна И как они вообще Служат Вот есть ли проблемы Основной акцент Представитель фирмы Делала на жалобы соседей Мол Пластиковые окна Плохо закрываются Сквозят И даже покрываются Плесенью В общем Услуги мастера Требуются незамедлительно Прислать его Обещали В любое удобное Для хозяев Время Однако У Елены Возник закономерный вопрос Почему этим занимается Служба Какая-то Обслуживание окон Если Например Каждый Житель Который Ставит окна Заключает договор С определенной Фирмой Которая устанавливает Окна Эти Обслуживает их Вот И естественно По гарантии Занимается устранением Всех неполадок Позже выяснилось Такие консультации О состоянии окон В квартире Фирма предлагала И другим соседям Я заходила К соседке По площадке Потому что Там живет семья И есть бабушка Преклонного возраста Вот И бабушка Сказала Что мне тоже позвонили Но я растерялась И сказала Что ухожу к дочке В больницу Вот И сегодня Например В данный момент Я не могу воспринять На что они сказали Мы вам перезвоним Еще раз Именно излишняя Настойчивость И даже можно сказать Навязчивость Телефонной собеседницы Усмутила Елену Как оказалось Не зря Мазыряне Которые все-таки Впустили мастера В свои квартиры И умудрились После бесплатной диагностики Подписать договор На оказание ремонтно-профилактических услуг Сегодня вынуждены Платить немалые суммы На городских форумах Озвучивают ценники Обычная регулировка От 10 рублей Замена фурнитуры Порядка 150 рублей Больше всего От оконного сервиса Страдают пожилые люди А некоторые жители города Сначала подписывают документы А потом обращаются в милицию Там говорят В последнее время Таких заявлений Десятки В ходе проверок Было установлено Что представители Различных компаний Обращались К гражданам Зачастую Престарелым Малоимущим гражданам И предлагали им Различные услуги Бытового характера Наиболее распространено Это установка Фильтров Для очистки воды Регулировка Окон Произведения Иных каких-то Мелких бытовых услуг Граждане Доверчиво Подписывали документы Зачастую Не прочитав Условия заключенного договора Всего один Росчерк пера Говорят Правоохранители Может Если не Обанкротить вас То существенно Опустошить Семейный бюджет Попасться на удочку Ушлых дельцов И заказать Ненужную услугу Просто Но это Как раз Тот случай Когда Незнание Закона Не освобождает Вас от ответственности В обязательном Порядке Внимательно Изучать Условия Договора Касаемо Суммы Касаемо Тех услуг Которые Оказываются Касаемо Сроков Исполнения В ходе Проведения Проверок По данным Материалам Нарушений Законодательства Не было Данное Законодательство Регулируется Нормами Гражданского Права Если договор Подписан Двумя Сторонами Значит Ответственность В данном Случае Несут Обе стороны В пределах Подписанного Договора Здесь Нельзя не Вспомнить Еще один Банальный Но столь Проверенный Временами Совет Не открывайте Двери Посторонним Лучшим Способом Противостоять Убедительным Но сомнительным Продавцам И мастерам Просто их Игнорировать Ведь Как показывает Практика На людях С легким Характером Они зарабатывают Большие Ой, как непросто Екатерина Юрченко Илона Шавловская Вячеслав Приписнов Телеканал Мозырь На даче Хотим пробурить Скважину на воду Будет ли такая вода Пригодна для питья Если раньше Такие объявления Были Бурим скважины На питьевую воду Сейчас уже Никто Не берет На себя ответственность О том Что бурим скважины На питьевую воду Просто Идут объявления Бурим скважины На воду Но Поверьте мне Если мы возьмем Любой приусадебный участок Или дачный участок В соответствии С требованиями Нормативных технических актов Вот такая скважина Вернее такая скважина Может буриться Только на участке То есть С целью защиты воды В этой скважине На участке Где у нас Не менее 50 метров До туалетов До огородов Где мы найдем Такое участок А таких участков нет Что касается воды Из таких Скважин То это берется Первый верхний Водоносный горизонт Тот О котором мы уже Неоднократно говорили И по телевидению И в средствах Массовой информации Извещали Это вода Которая ввиду Техногенного воздействия Человека В том числе С предприятия То вода из таких колонок Как правило Даже после пробуривания Она не контролируется Что советовали бы Жильцам Которые это сделали Обращаться По поводу исследования Любую скважину Которую на сегодня Люди желают пробурить На нее Необходимо Иметь согласовательные документы Это документы Согласованные Отделом архитектуры И строительства Нами То есть Санадзором И министерством Природных ресурсов И охраной Окружающей среды Спросите у большинства Хозяин Я думаю Что 99,9% Если не 100% Это те Кто такую процедуру Просто-напросто Не провел А те Кто Пробурил эти скважины Прекрасно знают О том Что Такие места И выбор И оценка Санитарного состояния Территория На которой Будется скважина Должны быть В обязательном порядке Согласованы На сегодня это все Это был частный интерес Если у вас тоже есть вопросы Звоните по телефону Которые вы видите на экране Пишите на адрес Электронной почты И помните Для нас Найти ответ Не вопрос До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова